В преддверии 74-й годовщины окончания Великой Отечественной войны в Казанском федеральном университете прошел студенческий марш победы. По Кремлевской улице Казани в едином строю шествовали преподаватели и сотрудники, студенты КФУ, а также гости из всех федеральных университетов страны. Очень важно помнить историю. И для меня, как потомственного, у меня семья военных, и хочу, чтобы папа много гордился в первую очередь. Ему было бы приятно это посмотреть. Это очень важное дело, потому что надо помнить, кто проливал кровь за нашу землю, благодаря кому мы сейчас живем. И мне вообще очень нравится. Для меня это много значит, так как это память о наших погибших предках, которые сложили свои головы ради нас. Я участвовал в войне прадедушка мой. Он получил медаль за отвагу, за то, что переправил через реку свой отряд. Хотел бы равняться на него, и поэтому принимаю участие в марше победы. Марш прошел по улице Кремлевская от памятника Мусе Джалилю до главного здания КФУ. Отправным пунктом шествия стала площадь 1 мая. Где ветераны Великой Отечественной войны, почетные гости, проректоры, директора институтов, выпускники и студенты Казанского федерального университета возложили цветы к подножию памятника татарскому поэту, герою Советского Союза. Студенческий марш победы призывает, во-первых, к патриотическому воспитанию молодежи, и сама молодежь начинает все-таки осознавать то, что без нашей истории, без наших предков, без наших прадедов, которые воевали в Великой Отечественной войне, нет будущего. Вместе с почетным батальоном главному зданию университета следовали участники акции «Бессмертный полк КФУ». Вот мой прадед, он был в медслужбе лейтенантом, воевание не застал, но родственники мне много рассказывали, был очень достойным человеком. Первый раз участвую, и действительно по велению сердца, это мой дедушка Халилов Эмир Гуртович. С июня 1941-го участвовал в боевых действиях, самый тяжелый период войны прошел и получил тяжелые ранения в боях под Москвой. Подготовка к студенческому маршу победы началась еще в середине февраля. Из числа студентов в КФУ были сформированы взводы почетного батальона. В этом году в его составе маршировали свыше 340 человек. Впервые в этом году военную форму надели и девушки, студентки Казанского федерального университета. Из 200 претенденток было отобрано чуть больше 60. Большая ответственность на нас лежит. Тем более мы девушки, нам немножко сложнее, но все равно мы виду не показываем и стараемся наравне с мальчиками также маршировать. И чеканить шаг. Подготовка длилась где-то два месяца и участие я решила принять, потому что я очень большой патриот и до этого в своем городе принимала участие. После шествия студенческого марша состоялась торжественная часть. Более 6 тысяч человек собрались напротив главного здания Казанского федерального университета. Среди них студенты и сотрудники не только КФУ, но и федеральных университетов России, а также участники войны, ветераны и труженики тыла. От лица Казанского федерального университета выступил проректор по образовательной деятельности Дмитрий Таюрский. Для Казанского университета годы войны это непростое время. Время, которое требовало стойкости и мужества, героизма ученых и студентов, напряженного и тяжелого труда в тылу. Мы горды тем, что в славной военной летописи страны есть доля подвигов студентов и сотрудников Казанского университета. Своё слово для участников мероприятия сказала депутат Государственного совета Республики Татарстан Анастасия Исаева. Очень значимо, что этот марш проходит на территории университета. Испокон веков, из столетия в столетие университет передает те важные базовые ценности, без которых немыслимо человечество. Студенческий марш, организованный Казанским федеральным университетом, является одним из самых крупных событий. Свою поддержку КФУ оказывает Министерство по делам молодежи Республики Татарстан. От имени ветеранов войны к участникам мероприятий и всем сопричастным обратился герой Советского Союза, ветеран Великой Отечественной войны, общественный деятель Борис Кузнецов. Он девять раз был в тылу врага, вынес в поле боя боевое знамя чести, отличился при форсировании Днепра и в боях по расширению плацдарма на правом берегу в феврале 1943 года. Великой ценой мы достигли эту великую победу. 27 миллионов человеческих жизней погибло в годы Великой Отечественной войны. Праздник Победы – это особый день для Казанского федерального университета. Студенты и преподаватели тогда заверили советское правительство в своей полной готовности до последней капли крови защищать честь и свободу Родины. Покинув стены вуза, многие из них ушли на фронт, а оставшиеся в тылу работали без устали, поставляя в войска продовольствия, амбудирование, вооружение и медикаменты. Я не волнуюсь, но я так счастлива, что не могу сама себя остановить. Когда пошли первые ряды, ой, я думаю, это же надо. Такая красота идет, товарищи. После митинга проректоры, директора институтов и студенты возложили к мемориальной доске красные гвоздики. Она установлена во дворе главного здания университета. На ней высечены имена представителей Казанского университета, отдавших свою жизнь за Родину. Конечно, сегодня, когда мы собираемся, это день, когда мы все объединяемся, несмотря на наши разногласия, может быть, во время учебы, может быть, во время каких-то мероприятий вне учебы. Мы сидим здесь все вместе для того, чтобы вспомнить о тех людях, которые вышли в свое время из стен университета, для того, чтобы защитить нашу свободу, нашу независимость и наше счастливое будущее, в данном случае наше счастливое настоящее. После марша все желающие посетили полевую кухню.